В гимназии номер 3 состоялся семинар заместителей директоров по воспитательной части школ города. Тема круглого стола носила название «Повышение статуса классного руководителя», подчеркивание значимости индивидуальной работы с детьми в обучении, развитии, воспитании для формирования у них положительного отношения к знаниям. Перед началом основной части мероприятия заместители по воспитательной работе побывали на уроках по разным предметам в старших классах. Далее семинар продолжился в актовом зале гимназии. До начала обсуждения основных вопросов учащиеся подготовили для гостей небольшие сценические выступления. Вопросы воспитания детей – одна из приоритетных и основных направлений в образовательных учреждениях. Как отметила социальный педагог гимназии номер 3 Зайна Бомарова, любая современная школа сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решать совместными усилиями педагогического коллектива. Классу руководить людей важно в любой школе. Именно он создает здоровый микроклимат в коллективе, развивает способности каждого учащегося, защищает интересы, депутат, то есть оказывает весь комплекс помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира учеников. Далее самым актуальным вопросом на сегодняшний день было обозначено посещаемости детей занятий. Чаще всего ученики пропускают занятия по неуважительным и необоснованным причинам, отметила в своем выступлении педагог гимназии номер 3 Анжела Салтамутова. И привела пример недавно произошедшего случая, где ученица пятого класса долгое время не посещала занятия и как удалось решить данную ситуацию. Неделю нет ребенка, две недели нет. Опять созваниваемся с отцом, он утверждает, что она болеет, но по моим достоверным источникам выясняется, что она давно выздоровела и по их прихоти осталась дома. Кстати, я обратилась за помощью в социальную службу в нашей гимназии в лице Зайна Пагировны и заучиво-воспитательной части Джаниля Пагасовны. Вот благодаря нашим усилиям, совместным усилиям, нам удалось добиться того, что ребенок освещает школу и по сей день ни одного уроку, сказавшим, удовольствием и интересом она входит в школу. Далее обсуждался вопрос максимальной вовлеченности детей в учебный процесс во время урока, где были озвучены индивидуальные способы решения данного вопроса. Также было подчеркнуто о роли классного руководителя, как о в основном звене, проявление интереса и мотивации к знаниям со стороны учащихся. Прошли несколько тем урока, а потом я раздаю работу по группам. В группах дети, бывает группа, они все вместе обсуждают задания, бывает наоборот, там сильные, да, он все выполнит и все. А я стараюсь, чтобы сильные понаблюдают. Он наблюдает, они все вместе обсуждают. Бывает очень шумно, как сегодня на уроке, когда присутствовали, видели, пусть будет шум, а то дети не комплексуют, слабоуспевающие тоже участвуют. Как отметили педагоги, важным элементом в процессе воспитания детей является ознакомление с толерантностью, то есть терпимость к иному мировоззрению, образу жизни и поведению. В образовательных учреждениях создаются все необходимые условия для всестороннего развития детей. Классный руководитель играет в этом ключевую роль. Пика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».